Подписываем. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит всех членов высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я. Привет. Такой игривый тон Александра Григорьевича Лукашенко почему-то заставил меня вспомнить один советский фильм. И там была такая прекрасная фраза. «Сядем все». Кажется, Владимир Путин все-таки додавил Александра Григорьевича в подписании вот этого документа, который называется страшным словом «декрет». Почему я говорю о том, что додавил? Потому что подпись Путина уже стояла. И Владимир Владимирович сконцентрированно смотрит в камеру, получится или не получится. Так вот, если посмотреть, что же они подписали, документ называется на самом-то деле достаточно скучно. «Об основных направлениях реализации положений договора о создании союзного государства на 21-23 год». Сколько таких программ уже было, я думаю, историки союзного государства, наверное, должны помнить. Тут самое главное, что это не просто что-то такое, а декрет. И лидеры этих двух стран или одной, ну тут сложно разобраться, я все-таки считаю, что двух, объяснили, что это касается в первую очередь экономики, макроэкономика, банковская сфера, таможенные платежи. И в принципе, казалось бы, что тут нет никаких подвохов. За небольшим исключением, главы государств еще подписали военную доктрину союзного государства. И это касается уже непосредственно нас. Ну и концепцию миграционной политики союзного государства. Разговоров было много. И тут важно отметить, что изначально в День народного единства, то есть 4 ноября, планировалась встреча Путина и Лукашенко в Москве. Лично. Но что-то пошло не так. Они все списали на коронавирусную заразу. И Александр Григорьевич остался в доме, точнее у себя дома, в своем, очевидно, белорусском бункере. А Путин полетел в оккупированный Крым. Открывать памятники. Ну и рассказывать очередной раз, что Крым с Россией навсегда. Ну в общем, они почему-то об этом говорят последних 7 лет. И если это так, то зачем об этом говорить? Никто же не говорит, что Татарстан с Россией навсегда. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Давайте вместе поразмышляем, что же это было. Насколько свои позиции в Республике Беларусь усилил Владимир Путин. И чем это, собственно, нам грозит. Так вот, из того, что интересного они планируют сделать, есть еще вот такое. Надо признать, что фальсифицируют не только историю, но и современные. И современные тенденции, направления нашей политики, в том числе и в союзном государстве. Но это в том числе происходит, потому что мы слабо в этом плане работаем. Вы правильно затронули союзные СМИ, так называемые. Думаю, что здесь нам надо серьезную реформу провести. Если учесть, что первым признаком и основой любой диктатуры является монополия на информацию, то тут возникает вопрос, как они эту монополию хотят поделить на двоих. Соответственно, наверное, по количеству журналюк в тюрьмах Александра Григорьевича впереди планеты всей. И Владимира Владимировича с монополией тоже все очень и очень неплохо. Думаю, что мы могли бы создать, как предлагают специалисты, вот я зачитываю, создать медиахолдинг союзного государства. И те деньги, пусть даже небольшие, не размазывать по существующим там газетам, журналам и телеграм-каналам и прочим ютюбам. А создав, собрав их в кулак эти деньги, создать за эти же деньги, создать соответствующую группу, медиахолдинг этот, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит. А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим. Поэтому вот этот акцент ваш в этом плане на союзных СМИ в Беларуси поддерживают. Мне кажется, эта идея достаточно утопична, потому что российские СМИ время от времени с большим удовольствием песочат Александра Григорьевича, рассказывают о том, что он сделал там неправильно, там где-то недоработал. И, конечно же, критикуют его за то, что он не признал Крым. И вот сейчас Лукашенко в Минске, а Путин в Севастополе. Всех россиян поздравить с этим добрым, светлым праздником. Ну, а также я хотел бы попросить моего доброго друга, коллега Владимирович Вас, если будет какая-то возможность хотя бы через руководство Крыма передать самое теплое поздравление от белорусов крымчанам. Пожелать им крепкого здоровья, мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом и будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена. Иногда Лукашенко называют обидными словами, говоря, что он таракан или колхозник. Но я, конечно же, с этим не согласен, потому что, смотрите, как филигранно, да, он своего друга и коллегу поздравил, говорит, что нужно передать поздравление крымчанам, что они не одни и получается, что, ну, вроде, если внимательно прослушать, то Россия это что-то одно, а Крым это что-то другое, если для них положены, направлены специальные, отдельные поздравления. Согласны? Так вот, тема Крыма, она проходила красной линией в ходе этого заседания. Они об этом говорили в начале, и само совещание, скайп-конференция закончилась именно этим вопросом. Для того, чтобы обсудить некоторые вопросы и сегодня, и в будущем нашего союзного строительства, я просто хочу в заключении членов высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Александр Григорьевич играет в очень опасную игру. Это называется подмигивать и говорить, что Беларусь признала Крым на полшишечки. Совсем чуть-чуть, но дело в том, что если это произойдет, то вполне возможно, что сама Беларусь повторит на каком-то этапе судьбу Крыма. И Александр Григорьевич уже будет не нужен. Хотя, в принципе, если учесть, что они там говорили о первом белорусском космонавте, то, возможно, это и будет Лукашенко. То есть, будет решено сразу два ключевых вопроса. Потому что союзное государство одно и должен быть, по логике, один руководитель. Или нет? Ну и вот, можно отправиться в космос лично. Об этом обязательно напишет вот этот медиахолдинг союзного государства. Но, когда Лукашенко говорит о том, что вот мы после того, как Украина закрыла воздушное пространство, не можем полететь в Крым. Александр Григорьевич, мы ваши игры видим и понимаем. Но до этой истории с Протасевичем, с самолетом Рейн-Эйр, ну и, соответственно, санкций против официального Минска, из Беларуси самолеты туда не летали. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. У многих есть собственность в Крыму. И с этим активом сейчас проблема. И вот Владимир Владимирович мне все обещал, обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Сделано немало, по дороге привезет в Крым. Ну вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Это что получается, Александр Григорьевич практически, практически обиделся на своего друга Владимира Владимировича. Говорит, ну как же и так, это я так хотел, а вы меня не взяли. Ну блин, такая постановка вопроса больше похожа на генерал-губернатора, наверное. Хотя к царю он не напрашивается. Но самое главное, то есть, а, Украине ответили, что в случае чего мы на этот шаг можем пойти. И знаете, я когда был в Москве, то люди, которые работают с Александром Григорьевичем, мне так и говорили, что вы нас не трогаете, мы тихонечко торгуем. И на каком-то этапе, возможно, историю с Крымом мы просто игнорируем. Сейчас вот нам прилетел привет. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами высшего госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну если не в Крыму уже, ну может в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается. То есть Лукашенко попросился в Крым и сразу же сам и отказался. Давайте в Питер. Действительно, никто не ставит под сомнение принадлежность этого города Российской Федерации. Не так далеко. Вторая столица. Большой, красивый город. Но место для встречи, в принципе, есть и другие. В свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину. Это 20 минут от Москвы. Вы знаете это место. И в Минск при любом удобном случае. Ну это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть доля только шутки. То есть в итоге Крым пока не признан Республикой Беларусь. Хотя, видите ли, тут есть тоже такое положение де-факто и де-юре. Де-юре они это не признали. А де-факто, ну давайте-ка посмотрим, как голосует Республика Беларусь в международных организациях. Например, в Генассамбале и в части Крыма. Тут Минск давно является российским миньоном. И эта страна, ну точно не является нейтральным государством. В рамках каких-то вопросов по Донбассу. Как позиционируют Минск иногда. Нет, это страна члена военного договора на Российской Федерации. Эта организация называется ОДКБ. Ну и вот теперь у них общая военная доктрина. Поэтому все это правда. И мне, конечно, хотелось бы и памятник посмотреть, который удивительное чудо. Я историк этого не знал. Владимир Владимирович мне рассказал, что два брата-близнецы. Один за Белую гвардию, другой за Красную воевали. И вот в День примирения это важный памятник, который открыт в Севастополе, я так понял. Хотелось бы посмотреть на этот памятник и знать эту историю. Можно посмотреть на памятник на фотографии. А встречаться в Минске или Санкт-Петербурге. Ну, Москву тоже никто не отменял. Потому что, мне кажется, Беларусь будет упираться в этом плане до последнего. Но если они на этот шаг пойдут, конечно же, это Рубикон. Мы все рады видеть друг друга, надеюсь, в добром здравии. Сегодня это как никогда актуально и важно. Александр Григорьевич не похож на человека, который не понимает, что он делает. И играет он на что? На свою власть в Республике Беларусь. И, по-моему, он не планирует ее проигрывать. Да, здесь была масса сказано слов. Особенно Владимиром Владимировичем. Но Александр Григорьевич тоже не пас задних. Он говорил о том, что все хотят всячески загнобыты. Это союзное государство, внешнее давление, внешние угрозы. Хотя, если размышлять на тему, кто на кого может напасть, так это Россия на Республику Беларусь. Ну, естественно, они скажут, что какая Республика Беларусь. Они сами хотели это ополченцы или придумают еще какую-то формулу. У России и Беларуси много общего. Нас связывают и многовековая братская дружба, история, духовные и нравственные ценности, а зачастую просто семейное родство. Наши народы всегда помогали друг другу в трудную минуту. Мы вместе защищали свободу и независимость. Плечом к плечу боролись с внешними врагами. Рука об руку трудились ради благополучия и процветания наших народов. Эти слова я уже где-то слышал. Только вместо Республики Беларусь или Беларусь была другая страна. Украина. Тоже братство и родственные связи, и про русский язык, и про историю. Все это было сказано. И, конечно же, про газ. Потому что получается, что Александр Григорьевич благодаря дружбе с Путиным получает по долгосрочным контрактам газ в 3 или 4 раза дешевле. А, соответственно, если говорить или мерить с потовыми ценами, то в 10 раз дешевле. И это должно принести всем счастье. Это дает конкурентное преимущество белорусской экономики, которое почему-то на 50% завязано на Российскую Федерацию. Так сказать, для понимания, где поле для маневра у Лукашенко. То есть доля торговли с Беларусью в российских объемах только 5%. А для Беларуси российский рынок это половина. И вы понимаете, как можно в один прекрасный момент, если кто-то где-то начнет упираться, что там сделать? А, найти какую-нибудь фигню в молоке или в каких-то других белорусских продуктах. Но, по-моему, тут уже новый уровень. Напомнить о высказанном белорусской стороной и Александр Рягоевич сейчас тоже упомянул об этом предложение о возможном включении в состав экипажа Международной космической станции белорусского космонавта. Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем. Надо согласовать детали. Они есть и они несложные для того, чтобы быть согласованными. Фамилия космонавта не названа, поэтому мое предположение о том, что этим космонавтом будет сам Лукашенко, по крайней мере, пока имеет право на жизнь. И если размышлять логически, тут шансов 50 на 50. Лукашенко улетит в космос или нет? На это направлено и подготовлено нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства. Тоже большая работа здесь была проведена. Строительство Союзного государства подразумевает не только взаимное переплетение экономик, но и координацию на всех других сферах, во всех других сферах, включая политическую и оборонную. Александр Григорьевич тоже упомянул об этом. Не очень-то понятно, что на самом-то деле содержится в этом декрете. Есть ли там какие-нибудь секретные протоколы? Ну, видите, Владимир Путин о чем говорит? О военной сфере, о политике, об экономической интеграции. А когда-то на одной из своих гигасенных пресс-конференций Александр Григорьевич нам говорил, что речь идет исключительно об экономике. А Владимир Владимирович почему-то это все расширает. И да, встает вопрос, может ли у союзного государства, то есть одного субъекта, быть два президента. К сожалению, разного рода вызовы и угрозы для Беларуси и России, помноженные на неутихающую мировую пандемию, нарушили график наших регулярных встреч. Союзное государство для Беларуси приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права беларусов и россиян. Я просто напомню, когда Лукашенко объясняет, что он не поехал лично на встречу с Путиным, он говорит про коронавирус. Но если надо провести военный парад, то Александру Григорьевичу никаких препятствий это не вызывало. А, но это было до протестов, а сейчас другая история. Серьезной проверкой на прочность для отношений между нашими странами стало беспрецедентное внешнее давление. Можно с уверенностью констатировать, что мы эту проверку выдержали. Протесты подавлены и в России, но и, соответственно, в Республике Беларусь. Беларусь и Россия выступают с единых позиций практически по всем современным проблемам на разных международных площадках. Это мы уже говорили. Да, голосование в ООН и не только. И да, Беларусь не нейтральное государство. Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным счетом безопасности не только для наших снад, но и для всего постсоветского пространства. Мы с президентом и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем. Однако, опять же, Александр Григорьевич не спешит размещать российские воинские части на белорусской территории. Кажется, кое-что он понимает. И для него, скажем так, красные линии тоже есть. Это не значит, что он их не переступит. Да, или Крым, или в космос. Как вы думаете, как будут развиваться события? Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Размышляем вместе. И исходим из простой аксиомы. Если Украина была, я и буду. А на жизни, конечно же, вокруг нас будет бурлить. И испытаний еще много. Но вывод какой? Всегда раз. Чао. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok